В субботу в начале 11 вечера на улице автовокзальной Газель сбила женщину 40 лет. Удар был настолько сильный, что на асфальте даже осталась подошва обуви пострадавшей. К счастью, женщина выжила. На скорой ее доставили в больницу. Впрочем, состояние оценивается как тяжелое. Водитель с места происшествия скрылся и, судя по всему, очень спешно. Это с бампером, я думаю, с бампером. Тристина, два. Правильно, это от пары. Личность скрывшегося быстро установили. Помогли камеры наружного наблюдения. Оказалось, на момент ДТП у него даже не было водительских прав. Водитель управлял автомобилем Газель, не имея права управления. И со слов этого водителя, после того, как его установили сотрудники ГИБДД, он просто испугался и поэтому оставил место ДТП. А воскресным утром эстафету печальной статистики приняла улица Октябрьская. Здесь под колеса тоже попала женщина. Спасти ее, правда, не удалось. Буквально бежит или кидается под машину. От полученных телесных повреждений пешеход скончался. По обоим случаям заведены уголовные дела. Водителей будут судить за причинение тяжких телесных повреждений при управлении транспортным средством. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Но эти случаи не единственные за прошедшие выходные. На территории области было зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В результате 17 человек получили травмы и двое погибли. Среди пострадавших три ребенка. Пытаясь найти объяснение такой статистики, инспекторы предполагают, что на внимательность водителей могли повлиять резкие перепады погоды. Впрочем, этот факт никак не может стать оправданием для виновников.